Американская армия открывает двери для трансгендеров. Глава Пентагона Эштон Картер на специальном брифинге объявила об отмене последнего запрета на прохождение воинской службы для представителей ЛГБТ-сообщества. Запрет был снят спустя пять лет после аналогичного шага в отношении открытых геев и лесбиянок. Наша задача защищать свою страну и мы не можем допустить наличие каких-либо препятствий, не связанных с квалификацией человека, которые могут лишить нас военнослужащих, способных наилучшим образом выполнить свою миссию. Нам нужен доступ к 100% населения Америки. Сегодня я объявляю о том, что мы отменяем запрет на службу трансгендерных американцев в вооруженных силах Соединенных Штатов. Отныне трансгендеры могут открыто служить в армии, и они не могут быть уволены или отстранены от службы из-за своей гендерной идентичности. Для перехода на новые правила подразделениям вооруженных сил США отведен год. Республиканцы уже обвинили администрацию Обамы в том, что она ставит политическую повестку превыше боеготовности армии. Правозащитники, напротив, встретили решение Пентагона позитивно. Согласно официальной статистике, за последний год около 15 тысяч трансгендеров служили в вооруженных силах США.